Добрый день! Если в прошлой передаче мы говорили с вами о разрушениях, которые возникают после инсульта, то в этот раз мы поговорим о том, как же эти разрушения восстановить. Если определенное количество пациентов практически сразу возвращается к полноценной жизни, но это всего лишь 15-20%, остальным может потребоваться более длительная реабилитация и адаптация. До 60% пациентов, переносших инсульт, имеют инвалидность. 50% нуждаются в посторонней помощи, требуют работы с логопедом и имеют проблемы с глотанием. А треть пациентов испытывают выраженную депрессию. И хотя эти цифры выглядят несколько пугающе, последствия инсульта не одинаковые. Во многом они зависят от участка поражения головного мозга. Именно поэтому у разных пациентов мы можем наблюдать разные последствия инсульта. Так, если инсульт произошел в этом отделе, то мы можем наблюдать асимметрию лица. Если здесь нарушение движения в руке или ноге, здесь нарушение речи, также могут быть нарушены зрения, координация и баланс, может быть дезориентация и растерянность или потеря памяти. Но эти симптомы часто могут встречаться у одного пациента. И он может иметь нарушение двигательных функций речи и памяти. Именно поэтому реабилитация – это работа целой команды. Сегодня мы и познакомимся с этой командой. Сегодня мы продолжаем рассказ о региональном сосудистом центре, который находится в клинической больнице номер 25. Именно здесь уже с первых дней после инсульта начинается первый этап реабилитации. Андрей Владимирович, от чего же все-таки зависят симптомы после инсульта? Почему где-то поражается левая, где-то правая? Почему-то у кого-то не нарушена речь, у кого-то нет? Симптомы инсульта зависят в первую очередь от локализации поражения. Если, допустим, это левая полушария, то поражаются правые конечности, часто нарушается речь, человек не понимает и не может говорить. Если это правая полушария, то, соответственно, не работают левые конечности. То есть все наоборот, перекрест. Да, у нас в организме есть перекрест. В данном случае у нас плохо работает левая сторона, соответственно, инсульт справа. Именно поэтому речь не нарушена? Да, именно поэтому понимание речи сохранено, словообразование тоже сохранено. Рука двигается в полном объеме, легко, без сопротивления. То есть с левой стороны мы имеем затруднения в движении, не можем полностью разогнуть руку, соответственно, пальчики сами по себе сгибаются в кулак, и пациент не может их выпрямить по собственной воле. Это все связано с тем, что связь между головным мозгом и рукой нарушена. Ну, что же нам делать, как нам восстановить эту функцию? То есть помогут ли здесь препараты или нужна другая работа? Помимо медикаментозного лечения, в первую очередь необходима лечебная физкультура. Врач-реабилитолог назначает комплекс упражнений, который помогает уменьшить спастику, увеличить объем движений и увеличить силу в мышцах. Сам процесс реабилитации проходит непосредственно в отделении неврологии. Где работают врачи ЛФК? Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про то, как же проходит реабилитация в этом отделении. В отделении неврологии в шаговой доступности для пациентов у нас имеется зал лечебной физкультуры, где проводим занятия с пациентами. У вас, я так знаю, как раз сейчас готовятся к занятию пациента? Да. На данный момент пациент придет заниматься в зал. Людмила находится в отделении уже почти месяц. Она перенесла обширный инсульт, который существенно нарушил двигательные и речевые функции. Если три недели назад она еще не могла самостоятельно передвигаться и даже сидеть, то уже сейчас она доходит до зала ЛФК лишь с небольшой поддержкой. Реабилитация начинается с первых дней прямо в палате? С первых дней, да. А что происходит? То есть это работа инструктор или пациент сам? В начале это работа инструктора, который приходит заниматься в утреннее время и проводит пассивные движения в пораженных конечностях. Если возле пациента имеется кто-то из ухаживающих, родственников, то они самостоятельно выполняют эти упражнения во второй половине дня. Затем пациента постепенно вертикализируем, присаживаем, затем становим. Все это вот данная пациентка у нас в течение трех недель была вертикализирована. У нас мультидисциплинарная бригада. Это врачи-неврологи, врач ЛФК, психолог. Если врач ЛФК занимается двигательными функциями, то психолог помогает пациенту нормализовать память, внимание, правильно строить предложение. Составим рассказ «Рысь». Так, на дереве лежала… Рысь. Рысь. У кошки были зеленые… Глаза. И кисточки на… На ушах. Хорошо. У нас проходит большой мультидисциплинарный обход в составе всех мной перечисленных врачей. И все мы делаем назначения. И в течение последующих дней ведем этого пациента до самой выписки или до следующего его этапа в другую больницу. А какие вообще задачи реабилитации? То есть можем ли мы сразу сказать, что здесь мы полностью восстановим функции, здесь мы можем их восстановить только частично? Ну, во-первых, после инсульта, тем более обширного, как принесла данная пациентка, восстановление может проходить в течение двух лет. И это не обязательно, что пациент все два года находится в стационаре, он у нас находится только первый этап. Наша задача – вертикализировать пациента, то есть поднять его на ноги, чтобы он самостоятельно хотя бы мог себя обслуживать. Это наша задача – доведение до следующего этапа реабилитации. Первый и второй этапы, которые вы проходите стационарно, это начало реабилитации. Но после выписки вам необходимо ее продолжить уже в амбулаторных условиях. Нажимается. Смотри, наше движение отсюда. Еще, еще. Стоп. Роман Витальевич, мы посмотрели первый этап реабилитации, который начинается в больнице, но все-таки основная работа будет у пациента дома и в амбулатории. Что это за работа и какой объем работы необходимо будет проделать, к чему готовиться? Юрий, ну, как вы правильно заметили, третий этап реабилитации – это для физического терапевта и для пациента наиболее сложный, потому что именно на этом этапе приходится доделывать всю ту работу, которую не удалось сделать на первом и на втором этапе. Особенно часто возникает такая ситуация, когда пациент остается дома после второго этапа и не знает, куда обратиться. На данный момент в Волгограде в каждом районе существуют специальные физдиспансеры, куда пациент, перенесший инсульт, может обратиться и продолжить занятия, которые у него проводились на втором этапе. Самое главное – это не накачать мускулы. Самое главное для человека – это повысить уровень его бытовых активностей. То есть самое главное – человека обучить себя самостоятельно обслуживать, самостоятельно одеваться, вставать с кровати, доходить до туалета, приготовить себе бутерброд и так далее. В реабилитации существует позитивный подход. То есть мы в первую очередь смотрим на то, что пациент может, а не то, что он не может. И мы в первую очередь стараемся улучшить те моменты, которые все-таки пациенту даются. И мы стараемся идти от активности от более простых к более сложным. Соответственно, чем больше активности мы сможем развить у пациента, тем больше уровень свободы у него будет и больше уровень, соответственно, социального участия. Потому что из активности, которую приобрел пациент, уже выходит непосредственно социальное участие. В данном случае как долго вы уже работаете с пациентом и какой результат вы получили здесь? Значит, я могу так сказать. Реабилитация на самом деле может растянуться на всю жизнь. То есть бывают такие моменты, когда пациенту не требуется вообще в принципе реабилитация. А есть моменты, когда реабилитация становится процессом пожизненным. Потому что с каждым новым получаемым навыком у меня открываются новые свободы. Сама нервная система пытается восстановиться, скажем так, это спонтанное восстановление после трех месяцев. Все зависит только от пациента и физического терапевта и от правильно поставленных целей. Цель должна быть конкретной, измеряемой, одобрена и пациентом, и врачом, рассчитанной по времени, и она должна быть достижима. И хотя за последние годы наука существенно продвинулась в лечении и реабилитации после инсульта, однако его легче предупредить. Если вы хотите снизить риск развития этого заболевания, вам необходимо нормализовать диету, увеличить физическую активность, существенно сократить количество употребляемого алкоголя и полностью отказаться от курения. Также вам необходимо следить за своим артериальным давлением, которое необходимо поддерживать на уровне 120 на 70. Если оно повышено, обратитесь к специалисту. Он назначит необходимое лечение. При этом не следует пренебрегать регулярными медицинскими осмотрами и диспансеризацией. И только в этом случае это позволит вам встречаться с докторами только в передаче «Прием ведет». С вами был Асад Ши Юрий.